Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел. Это четвертая книга в пятикнижии Моисея. И мы будем читать сегодня третью главу. Она рассказывает о сыновьях Аарона. И начинается словами. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синай. И вот имена сынов Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елязар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников помазанных, которых он поставил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было и остались священниками Елязар и Ифамар при Аароне, отце своем. Далее говорится о левитах и священниках, какие функции они выполняли. Священники все были левиты, как я часто объясняю. Но не все левиты были священники. Священниками считались только те, которые были не только потомки Левия, но и Аарона. Вот они были священниками. Все остальные потомки Левия были левиты, но не священнодействующие. Они были на разных церковных послушаниях при походном храме. И здесь говорится далее. «И сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левина и поставь его пред Аароном, священником, чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии». Если хотите, институт именно левитов, не священников, это как бы дикания. Они обеспечивали всем необходимым самих священников из числа левитов, которые совершали служение. Они охраняли сам Ковчег Завета, скинию собрания. Во время переходов они собирали, разбирали и переносили весь этот походный храм, который специально так строился, чтобы быть подвижным, можно было легко его собрать и разобрать. Далее говорится о том, что левиты, совершающие служение Богу, и левиты, которые не священники, но из колена Левина, которые обеспечивают поддержкой это служение, они все посвящены Богу, как первенцы Бога, если хотите, как первенцы. Ведь Господь умертвил всех первенцев Египта, и таким образом колено Левина, оно все первенцы. Первенцы посвящаются Богу, и священники, они не занимаются ни бизнесом, ни коммерцией, точнее, надо сказать, не должны заниматься. Их удел — это закон Божий, молитвы и необходимое богослужение и обряды. Далее рассказывается с 14 стиха по 39 о том, как делалась перепись всех левитов и их сыновей старше одного месяца. «Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Арон по повелению Господню, продам их всех мужеского пола от одного месяца и выше, от 22 тысячи». То есть их было 22 тысячи, но не все из них были еще взрослые. Далее говорится о переписи израильских первенцев, и вместо первенцев, то есть положено всех первенцев отдавать Богу, но Господь делает замещение. Вместо того, чтобы первенцы из колена Вениамина, и Юды отдать Богу на служение, вот все колено Левина отдали на служение. Таким образом, они замещали собою всех первенцев в Израиле. Священство – это особое служение, и в Библии говорится о том, что на самом деле не каждый человек может совершать такое служение. Например, о епископах сказано первое послание Тимофею, третья глава, с первого стиха по седьмой. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен». «Непорочен» – это значит, это должен быть цельный человек, цельный, одной жены муж. То есть он должен являть пример, как он управляет своим собственным домом. Он не может быть многоженцем, он не может быть разведенным. Он именно одной жены муж, и в древности это было такое правило. Трезв, то есть избегающий винопития, целомудрен, благочинин, честен, странолюбив, то есть принимает странников, пришельцев в своем доме, учителен. Учителен, имеется в виду, что он всегда пребывает в учении, он обучает людей закону Божию. «Непьяница» – кто-то спросит, а как трезв и как это отличается от того, что прочитали, к тому же и непьяница. «Трезв – это и мышление должно быть трезвое, не эмоционально такое вспыльчивое. «Непьяница», то есть не злоупотребляющий спиртным, «не биться», то есть он не должен драться, «не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, несребролюбив, хорошо управляющий домом своим», то есть женою, детьми, «детей, содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». Вот так распознавали, кто может быть епископом, кто нет. Если он своим домом управляет, и дети ходят в церковь молятся, и жена с ним в церкви вместе, такого ставили как раз в епископы. А если он не может управлять собственным домом, как он будет пищись, заботиться о Церкви Божией, которая состоит из многих домов, из многих семей? «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». То есть, если человек недавно обратился, его нельзя сразу возвышать, надо присматриваться к нему в течение длительного времени. «Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних». Добрые свидетельства от внешних – это от соседей, от неверующих. А чтобы они не говорили, «Вот вы поставили над собой епископа, а это безнравственный человек», чтобы вот это свидетельство от внешних тоже присутствовало. О деканах говорится. Диакон также должен быть, деканы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. «Равно и жены их, то есть деканов, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Таким образом, мы видим, что те же, как бы, законы, которые предъявляются кандидату в епископы, они же действуют и на деканов. О пресвитерах, первый посланник Тимофею, 5 глава, 17 стих и ниже, сказано уже о пресвитерах, священниках. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». То есть мы должны уважать наших пресвитеров, которые служат литургию. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. То есть не только кадилы маршут, а обучают народ, объясняют значение кождения в храме, учения преподают веры. Вот этим оказывать особенную сугубую честь. «Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящегося, и трудящийся достоин награды своей». Это означает, что мы должны заботиться о материальном содержании епископов, деканов, пресвитеров, чтобы их ничто не отвлекало, они только бы занимались своими обязанностями. Обвинение на пресвитера «Не иначе принимай, как при двух или трех свидетелей». Вот здесь говорится о том, что никакие слухи мы не принимаем на пресвитеров, если нету двух-трех свидетелей. Но свидетели — это те, которые что-то видели своими глазами, слышали своими ушами. То есть свидетель — это самоочевидец, а не тот, кто какие-то там слухи собирает. Но вернемся к третьей главе книги чисел, где говорится о переписи всех левитов, их сатановей старше одного месяца, перепись израильских первенцев, вместо первенцев Господу отданы левиты. И в окончании этой главы сказано, «И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа, замененных левитами, от первенцев израилевых, взял серебра 1365 сикелей по сикелю священному и отдал Моисею серебро выкупа за излишних Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею». То есть первенцев было значительно больше во всех коленах, чем всех левитов вместе взятых. Поэтому люди и деньгами своими они обеспечивали левитов, чтобы служение тех было успешно, и чтобы левит не отвлекался, чтобы священник не отвлекался и не думал, как ему там обустроить дом, как ему питаться, чтобы об этом думали другие люди, а священник совершал бы богослужения, молитвы и служение слова. Итак, сегодня мы сделали обзор третьей главы книги «Чисел», и в следующий раз, если будем жив, Господь позволит, мы будем смотреть четвертую главу этой же книги.